здравствуйте дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале у нас вот такая вот температура это еще не холодно потому что это крайний север мы ждем морозов минус 50 градусов это будет дежурная температура ну и дальше конечно до минус 70 возможно будет у нас было что 67 что ли такое прежде чем вообще начать это видео я вам бы хотел рассказать одну очень такую интересную историю но вы пожалуйста если вы стоите то вы обязательно сядьте но что это будет очень весело слышал в москву пришли холода до мороза знатный минус 4 до минус 7 местами как спасаетесь кота завел водки налил сам под плед до ролики смотрю там где еще холоднее якутия да якутия край вечной мерзлоты короче смотрю мужики жгут думаю что греются оно и понятно минус 50 оказалось машину жгут ну думаю могут себе позволить край богатым вот это лебедка на мосты вот так вот обязательно в греем обязательно надо все это греть хотя бы паяльником прогревают посмотрю что будет дальше у всех телефоны фонари лебедка упакованы по полной ребята серьезные все есть температура сегодня это примерно 48 50 перчаток нет ни у кого он думал минус 50 оказалось минус 43 нормально думает хоть не в шляпанцах вышел и вот погода у нас минус 43 показывает ладно волнительный момент заведется ли машина важный полет камеру заводить вот вот это вот салон в дыму да там хуже чем хамами а он еще сидит рассуждает салон это салон там увидел и что он вообще видит там можно смело топор подвесить это будет где-то час полтора полтора в общем два часа еще два часа и заведем эту дуру на колесах можно будет в веники замачивать мы так завели без масла а вот и зрители не понимают а ну завели конечно но вспомнили что бензина то нету он как бы есть но не в баке а рядом ну видимо якут это плюс 50 к защите от огня поэтому таки лили слева костер справа паяльная лампа глаза закрыл но мне все было интересно куда не так спешат что за груз стараются довести холод 50 спурга видимости 0 всюду опасно наконец показали грудь наверное лекарство чем-нибудь на важный холодильник край полюса везут холодильник там мясо на снег выкинь до июля лежать будет не пропадет если волки не унесут надеюсь довезут холодильник не растает я смотрел на 1 5 и все со слезами если честно это просто что-то невообразимое история просто про нас вот просто про нас но почему бы не сделать это сейчас теплый гараж не теплый гараж ну температура риск какие континентальный климат север какой-то вот такой менталитет у людей очень добрый и позитивный которые конечно никак не невозможно понять и так о чем я вообще давайте зайдем сначала в тепло еще я посмотрел один раз этих товарищей да ну классно конечно видео видео про нас вот сейчас я даже в той же самой истории что и они тоже вот у меня было все лето но я именно сейчас буду устанавливать вот это вот вещь это предпусковой подогреватель север прямой конкурент лебастии кихель шпекеру вот такая штука и это российская история 7 киловаттный подогреватель и салона и получается и двигателя это мокрый и сухой тем кто в теме разом вот посмотрите это обратка подачи стасола это воздух это выхлоп это топливо а здесь выход горячего воздуха в салон то есть смотрите вот этими двумя подкрепками греется греется через по малому кругу блок автомобиля здесь греется салон автомобиля то есть два в одном такого кроме вот этих вот этого севера у его конкурентов и в вебасты и уж питера нету бывают на 24 вольта вот это на 24 вольта дизельный бывает бензиновый 12 вольтовый тоже дизельные бензиновый бывает короче говоря это то что надо сейчас на крайнем севере вот такая простецкая штука это под сидушку это все дело устанавливается у нас для нее есть вот такие вот рукава насосик пультик и все очень вот такой вот пультик устанавливается и чем прямые конкуренты вебасты и шпекер отличаются от севера ну конечно же ценой шпекер и вебаста стоит приближ примерно приблизительно в 100 тысяч а этот товарищ стоит 16 всего-навсего ну конечно градация цен разные ну все в таком диапазоне то есть в небольшом это 7 киловаттный бывают модели и покруче и получше но я для для своего хинаря для кабины и для своего блока у меня он 8 литровый думаю что вот этот вот как раз подойдет его можно включить на все наверно знают что его можно включить и когда ты едешь допустим дополнительно если температура опускается можно просто когда ты где-то на стоянке или на парковке включить и чтобы у тебя получается было тепло там и там и не гонять ну то есть как топливо не жечь он естественно потребляет меньше чем автомобиль полностью вещь очень удобно и очень необходимые для севера да и не только конечно для средней полосе россии она тоже самый раз как предпусковой подогреватель ну и можно по дороге использовать так что вот так ссылочку я оставлю в описании скоро его буду устанавливать кстати почему его приобрел потому что мой друг саня будет рыбака охотников привет он мне в этом делом всем заразил он установил на но он поменьше установил но он установил на уазик и гонял в очень суровых условиях там минус 50 и так далее бросал машину просто возле избушки она у него заводилась и никаких каприз от этой штуки не было так что он проще мозгов там меньше и свеча там не засирается и форсунка так что я думаю все будет классно пошел к машине короче обратно и 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 Вот так мне сейчас придется его разогревать, надевать палатку на него. То же самое, паяльные лампами отогревать мосты. Слава тебе, Господи, что он тут всего лишь один. Менять фильтр топливный, потому что там с летней эксплуатацией замерз парафин. И ставить вот эту систему север. Ну, потому что она себя очень хорошо показала. И вот даже в таком состоянии, нажатие одной кнопки, и за полчаса-час, сидя дома, попивая чаек, вот такая машина будет разморожена. До скорых встреч, дорогие друзья. Увидимся еще в следующих сюжетах. Никогда не болейте. До свидания. Будьте всегда здоровы. Снег, снег, кругом снег, белая трасса, снег. За горизонтом сидит просвет, но это снова снег. Трасса с подъема срывается вниз, ты уж тут в оба гляди. Слева навис опасный карниз, из снега песчаной наледи. Черные шины на белом снегу не в город везут в тайгу. Портреты жены и любимого сына в дороге тебя сберегут. На лобовом стекле всегда смотрят прямо в глаза. Ты обещал, что скоро вернешься, обманывать их нельзя. КамАЗ послушно гудит втихаря. Мотор настоящий друг. С нуля перебрал его летом не зря. В кабине тепло и уют. Но жизнь шоферская ни сахар, ни мед. Не расслабляйся тут. Кто север не нюхал, тебя не поймет. Здесь нервы сплетаются в жгут. Мотают по трассе, как серые волки. И дух приключений их тянет вперед. Положат вставные зубы на пол. Коль кто-то до них доживет. Кто прожил полвека, а кто-то лишь миг. Здесь зимник людей не щадит. Видишь, знакомый водила-калека. Ему сорок пять, он старик. Север ломает людей словно ветки. Но этих не сломишь ты в миг. Вот только нечестно. Один лишь сидеет, а ровней ему старик. Если на трассе лопнул внутряк, Ты, брат, пощады не жди. Север зимой это полный мрак. За Паску достань и жги. Грей ключ баллонный, ты на огне. И не сиди, как куль. Пальцы держи, ты всегда в тепле. Тебе ведь крутить жизнь не руль. Ты на одном колесе дотянешь. Груз ведь нельзя бросать. Сожженный баллон дорогу подскажет, Чтоб другу тебя догнать. Этот закон жизнью-смертью, Написанный в строчках, не прописать. Кожа в лохмотье, кости наружу, А друга надо спасать. Каждый шофер на далеком севере Друг тебе, даже брат. Дружба шоферская делом проверена, Никто не свернет назад. Держитесь, братья, мы любим вас, Пропавших соляркой друзей. Вас дети и жены с тревогой ждут, Домой возвращайтесь скорее. Вас дети и жены с тревогой ждут, Домой возвращайтесь скорее.